Даны две окружности. Проведена общая касательная. Взять у нее середина. В этой середине сюда тоже проведены касательные. Ну, вы уже проведите, что касалось. Да, да, да. Проведены вот такие отрезки. Стоят лучи. Да, лучи. Они пересеклись. Да, еще у окружности есть центры. И мы провели линию центров. И вот так все единили. И вот оказывается, что вот эти четыре точки лежат на одной окружности. Так, давайте я их цветом выделю. Я сейчас пытаюсь нарисовать чертеж заново. У нас есть большая окружность. Так, у нас есть маленькая окружность. Так, еще раз. Что нужно? Нужна общая касательная. Общая касательная. Середина, да? Середина. Здесь касательная. Дальше что? И другой окружности тоже касательная. Тоже такая же? Да. Тоже такая же. И за земельной точке касания такой луч. И вот там. Проведен такой луч, да? И проведен еще такой луч, да? Да. Проведена еще линия центра. И у нас возникли... Четыре... Точнее касания. Что требуется доказать? Что они лежат даны наружности. Так, на глаз вроде противопоказаний нет. И не могут там лежать. Давайте. Сначала мы покажем, что вот это вот, это радикальная ось к этим двумокружностью. Все поможутся. Радикальная ось это? Радикальная ось это такая прямая, степень... Ну, что мы можем взять на ней любую точку, и степень точки от этих двух окружностей будут равны. Ну, то есть, если попросту, то длины касательных равны. Ну, да, длины касательных равны. В нашем точке эти окружности не пересекаются, а длины касательных равны, хорошо? Вот, отлично. Как мы это докажем? Посмотрим на эту точку. Она середина. Длины касательных равны. Она принадлежит радикальной оси, все хорошо. Теперь, если мы найдем хотя бы еще одну такую точку, которая тоже длины касательных равны, то все хорошо. Ну, посмотрим на эту точку. У нее длины касательных равны, потому что вот эти четыре точки принадлежат одной окружности. Они принадлежат одной окружности. Это окружность и сенсатор вот таким радиусом. Хорошо. Какая-то такая окружность. Вот если мы возьмем в этой точке. Степень точки, это как раз есть произведение... Да, вот кстати, все помнят, что степень точки, это если возьмем окружность, проведем касательную, и вот еще проведем вот такую хорду любую. То квадрат касательный? То квадрат касательный, то b на b плюс c равняется a квадрат. Ну вот, отлично. Теперь смотри, вот у тебя есть такая окружность, которая проходит через эти четыре точки. Она вот с этим центром вот таким радиусом. Смысл такой, молодец, это действительно симпатично. Смысл такой, что вот есть окружность, которая проходит через вот эти четыре точки. Да? Вот, да. И поскольку у нас точка лежит здесь, то произведение вот этих отрезков равно произведению этих отрезков. Да. И что? Значит, здесь 90 градусов. Это уже хорошо. Нет, нет, это уже из того, что радикально осень. Но главное, что у нас квадраты касательно равны. А, равны. Значит, это только принадлежит радикальная осень. Где эта точка принадлежит радикальная осень? Значит, это прямая, это радикальная осень. Отлично. Радикальная осень перпендикулярна линии центра, поэтому здесь 90 градусов. Замечательно. Теперь проведем перпендикулярно. Здесь вот тоже 90 градусов. Где? Вот здесь. Вот этот центр, это точка касания. Да. Вот между этой прямой и вот этой прямой. Радиус, как видите, куда это касается. Да. Поэтому, на самом деле, вот эти вот пять точек, они лежат на одной окружности вот таким вот, как сказать, диаметром. Ну, да. Вот. Прямые углы опираются на отрезок. Да. Сейчас из этого все будет следовать. Вот этот угол. До чего? До какого из двух отрезков углов? До беленького. Равен, это свойство вписанного четырехугольника. Внешний угол вписанного четырехугольника, это известно. Вот. А этот угол, в свою очередь, равен вот этому углу? Это называется теоремат в вписанном угле. Да. Вот. Отлично. А вот такой угол, аналогично этому, равен вот такому углу. Здесь тоже можно провести радиус. Здесь будет 90. Вот так провести, все провести. В общем, будет то же самое, что здесь будут такие углы равны. Да, равны. Вот. Отлично. А теперь, ну вот это вот, это на самом деле одна прямая. Поэтому, вот этот угол, он равен 180 минус суммы этих двух. Да. Значит, мне нравится 180 суммы с этим, значит четырехугольник вписанном. Спасибо. Спасибо.